Добрый день, дорогие друзья! С вами в студии Новое Планетарное телевидение Мария Карпинская. И сегодня мы продолжаем с Южной Индии, со штата Тамил-на-Ду, неизвестно, когда я приеду в Россию, продолжаем толкование моей первой книги, в которой каждая глава, каждая строка на самом деле имеют значение. И эта книга написана не просто так, а по высшему велению. И, конечно, в книге использованы стихи и мои, и поэта, гениального моего друга Владимира Оксиковского. И вот следующая глава, она, собственно, связана с освобождением человека от всего старого на тысячу лет вперед. Потому что я назвала ее «Покаяние Марии», и мы тоже должны совершить это так. Потому что, чтобы отвязаться от всего, нужно просто, как говорят, «покаяние» взять только «я» и отбросить то, что не «я». И сейчас я вам прочту начало, как начинается покаяние. Оно начинается со стихов Владимира Оксиковского, и я на них немножечко сосредоточусь. Он пишет, что не существует в мире ни границ, ни рас, когда цветок нацеливают глаз. Ну, действительно, если вы возьмете и будете смотреть на цветок и спросите, какая граница у этого цветка, какая раса, какая религия, ответа не будет, потому что этот цветок является целым. Все поделили, и религии, и границы, и расы, это все деление людей целого на части. А вот цветочек, он является целым. Поэтому представляете разницу между цветком и вот всеми этими кусками разрезанными, такого общего единого тела, да, на куски разрезанных. Так вот еще раз, не существует в мире ни границ, ни раз, когда в цветок нацеливают глаз. Он видит целое. Почему? Он видит целое. Когда мы смотрим на цветок, мы видим целое. И разум торжествует. И в этот момент вы испытываете торжество своего разума. Мир неделим. Он правда существует. Но люди, к сожалению, все, что они поделили, это все есть ложь. Но все-таки мир существует. Есть цветы целое, есть листья, есть деревья. Целое. И мир неделим. Он существует этой правдой, а не той, которую придумали люди. Следующие строчки звучат так. Где гравитация нас держит по повинной. То есть матушка-Земля притягивает нас к себе. На теле матери частицей бытия. То есть каждый из нас является частицей бытия этой жизни в физическом теле. Найдем же день. И яемся с повинной к единой Родине. Единая Семья. То есть предполагается, что все человечество должно прийти с повинной. Повиниться перед Матерью Землей, перед единой Семьей. И к той единой Родине, которая была сотворена когда-то. И она есть. И она внутри каждого из нас есть. Ну и поэтому я, когда я писала «Покаяние Марии», вот я написала эти Володю Аксиковского стихи. И потом я решила, что от имени, ну как, если я ей целая, как цветок, то я ощущаю себя этой единой семьей, единой Родиной. И поэтому я начинаю с того, что я пришла к вам с повинной. То есть мои дорогие люди. О чем это говорю? Это говорит о том, что я призываю вас. Вот таким вот невинным путем, то есть своим примером, я призываю вас сделать то же самое. То есть есть вот диктат, да, когда говорят, ты должен покаяться, зараза такая. Исцеляйся, скотина. Ну, вот есть такие методы, да. А есть другой метод, когда нет диктата. Как там какая музыка была, какая музыка звучала. Она ничуть не поучала, нет поучения, а лишь тихонечко звала. Звала добро и считать добро, ну и так далее. Так вот, я не поучаю. Я просто тихонечко зову. И кто услышит этот зов, тот на него и пойдет. И поэтому я для примера показываю, как я бы это сделала. Вот я как целое человечество, как все человечество в целом, иду с повинной к человечеству. Понимаете, в чем вообще фишка? Вот. И дальше я описываю немножко о своей душе, что я сюда пришла не получать, не учить, не наказывать. Хотя разные фазы жизни бывают, чтобы было понятно. Но на том этапе, вот то, что я писала, то я пришла, то, что написано, то и есть. Я пришла сказать всем о своей любви. Но сказать о любви, ну это нечего. Ну скажу я, люблю, любимую, а что толку? Вот. И поэтому я пришла к повинной, ко всем людям земли. Что значит прийти вот и доказать свою любовь? Это значит ни от кого ничего не открывать, не закрывать. Это жить вот такой открытой душой. Вот. И весь свой опыт, и горький, и сладкий, я выкладываю в этой книге. И для чего это выкладываю? Путь сраданий, лишений, мук, радости, всего. Что этот путь может подсказать и вам. И вот тут очень важная фраза есть. Подсказать, как распорядиться великой радостью, чтобы она не опрокинула. Акцентируйтесь, пожалуйста, на этом предложении. Подумайте, как эта радость может опрокинуть. А ведь действительно так. Вот на эту тему распорядиться, вот как деньгами большими. Так распорядиться великой радостью, если приходит, чтобы она не опрокинула. По большей части, когда к людям вдруг приходит большая радость, они так сильно неправильно распоряжаются ей, что эта радость опрокидывает. И я говорю, что я готова сегодня к покаянию, не только на небесах, но и перед людьми. О чем это говорит? Это говорит о моей чистоте. То есть мне ничего не стыдно, мне нет чего утаивать. То есть этот суд, который у меня в течение всей жизни происходил, да, поиск ошибки, страдания, он уже прошел, и тут уже я просто вот живая, перед вами, чистая, в руках ничего. И пред Богом можно предстать в любое время. И поэтому, если пред Богом не боишься предстать, а я верю в Бога, понимаете, я его чувствую, то тогда и перед людьми тоже не страшно представать. То есть у вас у всех такого вряд ли есть, поэтому вам нужно просто очень серьезно все это проанализировать, все, что в вашей жизни было. Попросить прощения у Бога, у себя, у всех людей, у всех духов, у всего, у Матери-Земли. И сказать, что вот пусть это все останется в прошлом, а я иду в будущее. Ну и я вот пишу о том, что я пришла не сравнивать пути человеческие, что я рада, естественно, встрече с людьми, и я не сравниваю пути человеческие, хотя сейчас я начинаю пути ваши сравнивать с моим. Но это было тогда, это было в 98-м году, сейчас же я же ни на месте не стою, все меняется. Вот, и я пришла служить. И вот с той поры, как я это написала, еще раньше, я так и служу людям. И я пришла проложить этот путь служения Богу, естественно, в человеке через знание и опыт, который я имею. В труде, в милосердии и просто в простом, самом обычном дне. Люди такие, как я, чистые, да, честные, наученные отцом, говорят только правду. А я никогда не стану отгораживаться как-то, хотя меня очень мучили люди, доставали. Я могу там что-то сделать как-то на время, но, в принципе, я перед вами стою всегда голая, как говорят, открытая. Вот, и люди, которые смогут сами себя открыть, перед кем-то из близких можно, а можно перед самим собой, перед зеркалом, то такие люди смогут победить свои страхи. Вот, и все, вот я говорю, что все, кто меня обижали, обманывали, унижали, таких бы мучили, что я прощаю всех и считаю, что, и тоже прошу прощения за то, что они вольно искусила на эти обманы, оскорбления и ненависть, и действия, которые противны любви Богу. Я считаю, что это несовершенная любовь, вот эти все обманы, ненависть, кусания. Но, конечно, иногда надо на это дело ответить, ответить уметь, что я, собственно, и делаю. Потому что, если человек пришел кусаться, ты подставляешь ему за, то он отпустил точно. Поэтому тут вот надо понимать. И я написала, что эта дорога мой путь длинный, вот, небо снизошло до меня, и пусть я такая там вся битая-перебитая, но я живая, и в моем сердце продолжает жить любовь. Ненависть, вместо ненависти там нет. И я пишу, что смотрите, люди, вот это очень важная фраза, я вся перед вами. Какой была, какая есть, какая буду, переберите все мое добро. Имеется в виду не физическое, а вот духовное. То, что я написала в книгах, в передачах, я перед вами, как причастница перед причастием. Я вас люблю. Ну, если люди будут нападать на это все, то, конечно, тогда получат. Вот от меня я уже говорила. Потому что дальше я пишу, чтобы они, прошу их откликнуться на мою любовь. И тот, кто полюбит Бога, тот, кто откроет его в себе, в своем сердце, тот и меня поймет, и даже в нем вопросов ко мне никаких не будет. Потому что вот этот Бог, Дух в человеке, всегда Бог живой называется, находится в бесконечном унижении. Естественно, для Европы и России это Иисус Христос, для Индии это Шива. В общем, это вот Отец и Сын, да. И дальше я там обращаюсь к Иисусу и заканчиваю. Начала я стихами Владимира Исиковского, а заканчиваю своими собственными. И, собственно, вот они все говорят. Мой путь, вот этот путь, самое главное это путь, все остальное ерунда, измерит землю этими шагами, он уже измерил. Мой путь откроет все дороги легкими руками. Натруженные руки всех людей обнимут. Но сейчас уже не обнимешь коронавирус. Мой пульс, дыхание моей любви по четырем краям Вселенной, Боги слышат, оно в тепле моих ладоней дышит. И если я встретился ты с ним, то сохрани. От всех земель, от всех народов из этого тепла идут огни. То есть это не просто руки, я могу благословлять этими руками. Это руки, в которых сосредоточены тепло, огни разных земель и всех народов. Спасибо, с вами была Мария Карпинская. Надеюсь, вы меня поняли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.